Ну, считаю, тот итоговый счет, который есть на Табу, соответствует действительности, как следующее на футбольном поле. Считаю, что это совершенно закономерная ничья. С минимумом созданных моментов, как у одной команды, так и у другой. Так, визуально было, что у нас мы больше обладали мячом, мячом территории вроде бы все, но до реальных таких, которые тянули бы на взятие ворот. В конце Окилл, пожалуй, на момент, когда крайней защите хорошо разыграли здесь с левой стороны и с переводом в правую зону, поторопился Бурнаш, что он в той ситуации принимает, и просто нужно было реализовать этот момент. А так, в принципе, равных команд. У меня вопрос такой. После забитого мяча ваша команда оказалась немного подсела. Как вы установку такую давали команде? Нет, ну, установку, наверное, ни один тренер такой не дает. Бывают моменты, когда играют по счету, и подсела. Также мы продолжали контролировать мяч, контролировать мяч. И в том эпизоде, когда мы получили ответ на игру в свои ворота, чистая ошибка, обрез, и получили отталку в свои ворота практически с ничего получили. Нет, установки такой не было. Есть еще вопрос? Мы стараемся в огловой угла ставить игровую дисциплину и входить в игру с первой секунды с предельной концентрацией. И вот этой концентрации нам не хватило на стандарте в обороне. То есть мы подпустили иглу здесь после стандарта, был угловой. А так, в принципе, учитывали возможности команды «Факел». Кстати, это одна из немногих команд, которая применяет короткий пас, короткий средний пас ближнему игроку в развитии атаки. И в завершающей стадии мало применяет длинных флановых передач. Стараются больше выполнять проникающие действия. И в связи с этим нам, конечно, в обороне надо было подумать, как действовать. Но я считаю, что ребята в обороне справлялись. Были и атакующие действия в исполнении нашей команды, но не реализовали момент, который был у Рухаева Гуджа в самом начале. Вы помните, и потом на стандарте Мох Томаш приходил забить гол. Но, тем не менее, считаю, что качественных действий в игре становится больше, атакующих действий. И нам понятно, что необходимо делать, какие есть у нас проблемы, и как их устранять. И поэтому мы будем работать, упорно трудиться, чтобы добиваться максимального результата. Спасибо. Вопрос? Можно мне? Да, конечно. Доволен вы сегодняшним результатом или ждали чего-то большего от команды? Нет, я не доволен сегодняшним результатом, но команда сделала все, что могла. И я им благодарен за труды.